Цены ниже, цены ниже, стали ниже в Бургер Кинг. Тройная выгода в Бургер Кинг? Да! Сытный обед теперь всего за 199,99. Только в БК. Иногда, чтобы найти нужный артефакт, приходится облететь всевозможные планеты. Всех возможных галактик. И нет никакой гарантии, что поиски увенчаются успехом, и в конце пути ты найдешь то, что искал. Есть только сам путь, и он таков. Но если не сбиваться с маршрута, то рано или поздно великая дорога жизни приведет тебя к заданной цели. Мастер, кажется, я их нашел. Отлично. Только в этот раз постарайся сделать все по плану. По плану? Вы думаете, они согласятся отдать солнечный источник? Тут кругом один снег. Думаю, им он нужен не меньше нашего. Если разговор зайдет в тупик, просто вспомни, чему я тебя учил. Расслабься, закрой глаза и почувствуй солнечную энергию. Не вовремя, конечно. Кто у вас главный? Кажется, все идет не по плану. Мне нужен солнечный источник. Судя по происходящему вокруг, он точно должен быть у вас. Лагерь Эль Капулька. Безалкогольное с витамином Д. Это и есть солнечный источник? Как все прошло? Ты нашел источник? Поспеши, нам уже пора улетать. А, что? Не слышно. Эль Капулька безалкогольная. Впусти новинку Сою Жизнь, а вместе с ней попробуй что-то новое. Ха! Ха! Хоп! Опа! Гея! Здравствуйте! 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 Это Блиц Баттл, шоу, в котором вот эти раунды, факты и потом ответы, они стоят всегда, и кто-то победа, и ура! У-у-у! Как из Википедии описание прям. Да. И сегодня у нас в гостях девочка-лиса, женщина-кошка, старуха-лабрадориха Виктория Складчикова. Привет! Привет! А также у нас в гостях мальчик-бродяга, мужчина-стиляга, старик-самотык Игорь Джабраилов. Это из какой-то неизвестной сказки, да? Это вот отсюда. Старик-самотык. Никита Джигурда. И золотая рыбка. Ну и, конечно же, единственный человек в мире, который гладит носки. Сраный умный! Вау! Здравствуйте! Как доехали? С чем вы к нам? На самом деле, здравствуйте! Как дела? Можете обратиться к аудитории, передать какой-то привет вначале? Какой-то предвыборный лозунг, возможно. Может быть и такое. Женщине слово вперед. Всегда. Есть женщины в зале. Вам слово. Скажите. Я всем желаю здоровья, удачи, любви. Чтобы у вас, во-первых, было море удачи и дача у моря. Чтобы всегда мужчины вам попадались хорошие. Спасибо. Чтобы секс был качественный. Потому что оргазм у женщины, это, между прочим, влияет... Я сегодня подготовилась кое-что умного, тоже скажу. Оргазм у женщины, это процесс должен быть вообще неизбежным. А у нас, получается, все избегают его из-за мужчин. Потому что, если оргазм у женщины вырабатывается эстроген. Ну, можно, конечно, пить пиво, он там тоже есть. А эстроген, это значит, у вас не будет инфарктов, инсультов. А у мужчин, если 10 минут смотреть в день на женскую грудь, тоже риск инсультов уменьшается. Вот так вы, да, решили? Но не на мою. На мою ухудшается здоровье, зрение. 10 минут смотришь, сразу инсульт. Даже надо присматриваться. Но почему же? Нет, все хорошее. Единственное, неуместно. А так, вообще. Игорь, а у вас что, про мужские оргазмы что-то есть? Про мужские оргазмы. Покажи. Избегать не стоит. Мы их и не избегаем. Я сам нет-нет. Иногда они сами приходят. Надеюсь, будет грим-пауза между раундами. Сбегаю. С удовольствием продлю жизнь. А вообще, всем большой привет. Я сюда уже приходил. Меня Рустам засудил. Отдал все Макару. Я пришел злой, читал энциклопедии. Всем пизда. Все, погнали. Ты сейчас отыгрываться будешь, значит. И у нас первый раунд. Факты. Волнительно. Ну что же, может начнем Игорь с вас? С удовольствием. Факт для вас. Морские огурцы в случае опасности могут выбросить... Кита на берег. Из-за них, да, это происходит? Ну это если очень опасно. Ёпту мать. Один балл, разумеется. Нормально, хорошо. Я это читал в энциклопедии. Внутренние органы. Правильный ответ. Внутренние органы. Я в субботу выкинул пару. Вот. Тяжелая была свадьба. Срана у меня. Как этот процесс вообще происходит и почему? Ну, видимо, на Игоря напали враги на свадьбе. Потому что морские огурцы так защищаются от хищников. Выбрасывают свои внутренние органы. Опутывают ими. Опутала внутренними органами. Под этот трек обычно это происходит, когда огурцы чилят, плавают. Огурцы с бородой. Ну что же, и мы двигаемся дальше. Дальше, да. Я уже выигрываю. Да, ты пока, ты пока. Стоп игра. Один-ночь. Ты сейчас открылся будешь. Счет футбольный. Вика, переходим к вам. У нас тут по очереди будем. А, мы так делаем? Не как тогда, да. Блин, забыл, наверное, правила объяснить. Да ладно, по пути поймете. Все. Вика, факт для вас. Давай. Власти Сингапура в 1960-х годах запретили мужчинам носить выступательный костюм Найка Борзова. Опишите, пожалуйста. Или он попозже жил. Найк Борзов? Как будто он очень давно, нет? Да, разве это жизнь? Как будто он очень давно. Он чуть-чуть попозже. Ладно. Давай, сейчас надо один. Но костюм ранее, наверное. Потому что надо было Адидаса Борзова. Браво. Браво. Да, вы, спасибо. Спасибо, Найк же, Найк. Половина балла. Вы поняли? Благодарю, вот спасибо. За каламбуры у нас приветствуются в шоу, поэтому половина балла даем Игорю. Иван половинка на балла. Ну тут уже один балл дается. Вы, ну че, молодец. Давай со мной, неси хуйню. Мы любим каламбуры и не любим нытье Игоря, что его засудили. Поэтому, да, один балл. Что там будет? Ответ какой будет? Ответ, правильный ответ. Правильный ответ. Длинные волосы. Интересно почему? Да, да, да. Странный умный, почему? Да, интересно почему. Да. На самом деле... Чтобы их не могли брать. В 60-х, 70-х была популярна и набирала популярность культура хиппи. А хиппи государством не приветствуются. Но это же не Найк Борзов, хиппи не связаны? Найк Борзов с хиппи не связан никак, я думаю. Только если веревка и в подвале. Отлично! Кайметов, значит. Отлично! Найк Борзов, привет, где бы вы ни находились. И он такой сидит. Почти. Игорь, факт для вас. Кайметов и Герда Метов, брат сестра. Нифигасе, да? Ты энциклопедию каламбуров прочитал. Я вообще энциклопедию пинциклопедию. Да это какая-то каламбуря. Нет, тогда можно поумнее было сказать. Зачем? Кайметов и Авельметов. Типа Кай и Авель, которые в Библии. Дайте балл девушке, пожалуйста. Один балл, почему же? Конечно. Привет, мои верующие семьи. Игорь, факт для вас. С удовольствием два. Если держать золотую рыбку в темной комнате, она... Будет орать... Включи! Знаешь, батя, свет в туалете выключаешь, и она орет... Включи! А, она будет орать... У меня батя Э орал. Это если батя золотой. Ну, у кого батя не золотой? Если держать золотого батю в темной комнате, он будет орать... Не, он, наверное, такой... Если держать золотую рыбку в темной комнате, можно, когда за ней идешь, пиздануться мизимцем... Мизимцем? Мизимец. Мизимец? Для желудка не заменимец. Мы сказали, интегрируй как-то мизим, и я такой, чай и баноч. Мизим, свяжитесь с нами. Если держать золотую рыбку в темной комнате, она... А, тут она есть. Выполните переживание. Она будет напугана. Так это первый раз нормально. Вы уже, да, вы уже дали ответ. Один балл за него, конечно же, получайте. Да, аплодисменты Игорю. Спасибо. А правильный ответ, она потускнеет. Интересно почему? Опять интересно вам. Ну, мне тоже интересно. Сраный. Ну, я... По-моему, всем известно, что клетки... Когда темно, все тускнеет. Все тускнеет. Нет, у нее есть клетки, называемые хроматофоры, которые отвечают за прием, можно сказать, ультрафиолета. Можно сравнить с загаром кожи человека. Вот. Эти клетки реагируют на ультрафиолет. Если они не получают ультрафиолет, старые клетки хроматофора отмирают, а новые не появляются. И она у вас как унылое говно плавает просто. Браво! Как вы подробно знаете! Да, браво! Ну что же, двигаемся... Почему в квартирах? Вы знаете, что вот, если идете по Москве гуляете, и видите, ультрафиолет горит. Это для растений. Это шабят. Нет! Это не для растений. Я не знаю, спалился ты сейчас. Это для... Это значит, там публичный дом такой, маленький, который в квартире находится. Слишком много публичных домов тогда по Москве. На четвертых это же. Не, реально, я такое слышала. Не-не-не. Я там жила. Мы разгадывали эту тайну. Это просто для растений. Ультрафиолет, да. Сейчас те, кто выращивают там какой-то картофель, не-не-не, у меня не публичный дом. С лопатой на подоконнике. Я поесть хотел. Картофельный дом. Ну нет, у меня огорода, блядь. А комната есть. Ну что же, Виктория. О, я, да, сейчас? Факт для вас. Переходим к вам. Подумай, надо сейчас мозг вырубить. Цапли. Цапли. Царли-цапли. Царли-цапли. Отлично. Вы что, охренели? Прости, забираем твой хлеб. Минус балл нам. На стуле сижу я на этом. Все, все, извините. Виктория. Да. Цапли стоят в воде на одной ноге из-за? Преждевременного оргазма. Ну я вот просто с этого почему начала? Ага. Потому что я как знала, что будет про это вопрос. Какое-то утро неудачное сегодня. Ну у меня просто была подобная ситуация. Утром. Ну в любом случае не грустите, один балл. Ну была ситуация. А что за ситуация, где вы в итоге недовольны, а на одной ноге стояли в ванной? Преждевременный оргазм был. Рана. На озере. Скажи, из-за огневого ранения. На озере. Не, подожди. А все, я же ответ дала, да? У меня есть что-то. Из-за огнестрельного ранения. Да нет, давайте я вам повторю. Цапли стоят в воде на одной ноге. Я логику, я хочу угадать. Я просто проигрываю. Из-за... Потому что... Второй нет. Такой же может быть. Один балл в любом случае. Так я думаю, так и есть. Из-за брезгливости, я уверен. Давайте посмотрим правильный ответ. Правильный ответ из-за того, что вода обычно холодная. А вторая нога чё? Вторая теплая, горячая. Как в кране. Срана умный. А вторая нога чё? Но они по очереди стоят ногами в воде. По очереди стоят ногами в воде. В смысле, все цапли по очереди. Аплодисменты. Переходим к Игорю Джабраилову. Игорь, давай. Игорь, факт для вас. Фэн-шуй изначально был искусством... Материться. Пошёл на фэн-шуй. Какого хуя это стоит тут? Вот такое же может быть. Это надо перестать. Изначально был искусством, а стал хуйней какой-то. Ну, оно... Для баб и гомиков. Вот так. Один балл мы вам даём, Игорь. Полтора дай. Полтора даем. Полтора дали. Вика, а вам сколько-нибудь дать баллов? 16 дай ей. 16 баллов! Виктория Скороцикова. Блядь! Меня опять засудили. Нет, нет, всё, сейчас... И мне 8. 8 баллов, Игорь Джабраилов! Всё. Опять в это превратилось, да, всё? Ну, а почему бы и нет? Когда ещё? Согласен. Вы активировали чит-код. Поэтому ещё по одному баллу от меня. Да, а правильный ответ изначально был искусством украшения и расположения могил. Представляете? Вовсе не матов. Не интересно. Мрачно. Нет, мне нравится. Нравится? Просто... Украшиваю про оргазм. Ну, тут как-то смотри. Смотря кто. Я ужасный человек. Ну, пояснять, я думаю, не надо. Не надо, не надо. Просто расставляли. Всё, тогда вторая скорость, двигаемся дальше, Вика. Я факт, 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 факт. Эквадор — это единственная страна, куда любой житель Земли может... Так, Эквадор — это где-то далеко, это не Россия. Ну, это, да, это... Так, это единственная страна, куда любой житель Земли... Вот вы любите. Ну, я вот думаю, может катапультироваться. Ну, вот, а там же может быть такое, что там есть какое-то поле, куда можно приземляться. Эквадор равноудалён, да, от всех стран? Ну, может же быть тоже, да, такое? Эквадор — это не страна, куда любой житель... Это пока нет, это я размышляю. Размышлять нельзя? Да-да-да, можно, конечно, размышлять. Эквадор — это куда любой житель Земли может... Катапультироваться очень нравится. Мне тоже очень нравится катапультироваться. Сидишь в сардире и такой... Всё, как... Блин, в зал хочу. Кроссворд разгадан. Катапультироваться в Эквадор. К соседям в туалет. Я хочу догадаться, как правильно. Я хочу догадаться, как правильно, чтобы балл у меня был. Давайте я вам вот озвучу. За правильный ответ два балла. За правильный ответ два балла, да. Тебе 16 дали просто. Я хочу, чтобы... Есть ли ценность в этих двух баллах, когда дают 16? Эквадор, куда любой житель Земли может... Эквадор? Я близко, я близко, я близко. Ну вот, давайте, да, вам помогу. Вот если это обобщить, то... Любой житель Земли... Ну, катапультироваться невозможно, и на автобусе невозможно. Может поехать без жены. Вот, допустим, может без жены. Вот такое... И все жены с этим согласились. Ну, Эквадор, может быть, не впускают, если ты жена. Вот если... Один балл в любом случае, конечно. Ну, такое бы было круто, да? Страна Эквадор. Для мужчин. Прикольно бы было. Ну, да. Так, ты куда с пачкой презерватил? В Эквадор. В Эквадор. А, ну тогда ищи. Все, я подписал, а все. Правильный ответ. Въезжать без визы. А, ну это че... Вы были близки, Виктория. Да, вот. Почти. А, пульта это же без визы. Виза и жена это же практически. И букв столько же, визы, жены. Ну, за то, что угадали без, это 0,3 балла вам мы тогда даем. 0,33, да? 0,33 балла. 0,33. А, срана и умная. А почему туда можно вот въезжать без визы всем? Популяризация туризма. А, просто они такие, нам похуй въезжайте. Да. Все классно. У нас тут красть нечего. Ну, что же, переходим по нашему аплодисменту к Игорю Джабраилову. Игорь, факт для вас. Уклад жизни кельтов позволял взять в долг, пообещав что? Не умрешь 5 лет. Я тебе обещаю. Я тебе говорю. Клянусь, я же в институт поступил. На специалитет. Я МРТ сделал, чекап сделал. Все, чекап. Я не буду пьяный выебываться ни на кого. Буду жить. I will survive. И мне надо балл. Сильно. Один балл, один балл, конечно же, дадаем. Это был уже правильный ответ. Правильный ответ. Пообещав, что вернешь деньги в ином мире. То есть после смерти. Ну да. Похороните меня с этим косарем. Нет, но они сильно верили. В загробную жизнь? Да, в загробную жизнь. А вы верите в прошлые жизни? В прошлые? Ну, что до нас кто-то жил, я верю. Нет, что ты. Что ты. Что ты жил. Я думаю, все с нас началось. Я даже не верю, что я жил в Шадринске пока что. Человечеству примерно 31 год. Есть же гипнотизеры, которые в эти, в другие жизни тебя перекидывают. Да нет, это неправда. Это виар очки. Ты все перепутала. Нет, мне так делали. И кто ты? Да все там хамоны, заметила? Все. Да, ни одной шаболды, все королевы. Это реально. Она мне такая тоже. Моя квартира. Ну что же, респект человечеству. Блин, ну это, знаешь, факт. Двигаемся дальше. Так, я сейчас, сейчас, надо... Вика, факт для вас. В африканской стране Бурундии запрещены пробежки. Причина в том, что... Родить. 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 Я знаю, в Африке женщины на ходу рожают. И это реально. Вы видели? Это я видела в интернете. Они рожают на ходу. Да, еще грудь по полу волочится. Можно запрутся об сиськи и умереть. А там еще и на животное упадешь. Вообще пизда. Нет, ребенок выпадает, цепляется за сиську, которая по полу волочится. Я вам серьезно говорю, смотрите это видео, когда вам будет... Это что за видео? Что женщины там... Это не как у нас рожают, где крыша, там роддом. Там она может идти, раз, родила. Они к этому проще относятся. Обязательно посмотрим. Один балл мы, Виктория, конечно же, присуждаем. Я думаю, это вот может быть. Типа, я говорю, ты куда бегаешь? А правильный ответ, что любители побегать таким образом маскируют свою незаконную деятельность. Страны умные, а какую незаконную деятельность они маскируют? Пиратство? Любую? Не знаю, хотите столицу Бурунди назову? Назовите. Гитега. Все? Реально? Да. А Бурунди кола мой любимый коктейль? Я тоже хотела сказать. Не, на самом деле, ну что, они типа бегают и говорят, мол, вот они что-то своровали. Либо закладки бегут какие-то делать. В Африке закладки под леопардами. Закладки из хлеба. Там нельзя читать, что ли? А? 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 Игорь, факт для вас. Игорь, сколько хвост? У меня тахикардия началась сейчас. Итак, Игорь. Да. Бывший президент США Келвин Куллидж любил нажимать кнопку охраны и... Говорит. Анекдот. Один балл, конечно же. Нет. Нажимать кнопку охраны и говорит, дерни за палец. У меня вообще за хуя. Я взломал вашу базу и знаю все эти... Всех президентов США. Давайте посмотрим правильный ответ. Любил нажимать кнопку охраны и прятаться под столом. Моника Левинский тоже любила. Нормально. Хорош факт. Да всплыло. Она странно умная. А с чем было это связано? Он приколист. Он приколист. Приколист, действительно. Ну вы получаете... Его бы к вам сюда, он бы вот так делал. Я думаю, еще охранники притворяли. Знаешь, куда Келвин делал? А где Келвин? А вот он Келвин, да. Извини, я твои разгоны своими делаю. Я бы молчу час. Ну что же, переходим к Виктории Складчиковой. Вика, факт для вас. Существует почти стопроцентная вероятность того, что в стакане воды, который вы пьете, содержится молекула воды, которая побывала в теле? Даже так достаточно. Как будто конкретного человека. Как будто даже... Ну я вот опять же... Ну говорите, не стесняйтесь. Допустим, Шефутинского. Допустим. Я предположу, я предположу... Не-не, логично. Да я нормально прочитаю, я не все буквы знаю. Я могу вам помочь. Существует стопроцентная вероятность того, что в стакане воды, который вы пьете, содержится молекула воды, которая побывала в теле... Визоре. Не подсказывай. Что сказали? Визоре. Это кто? В телевизоре. А. Кто бы не сказал один балл. Не выкрикивайте, блин. Вы меня уже просто как зрителя воспринимаете? Давай... А, это ты сказал? Ну а кто? Нет, подожди. Давай, потому что это в теле же... Смотрите, я хочу отгадать. Блин, я думал, кто-то сказал. Визоре. Ты вот так сказал? Нет, я думаю, что... Да, Вика, подожди, дайте мне... Я думаю, что реально... Дайте физруку ответить. Нет, я думаю, что побывала в теле, допустим, вот либо собаки, я думаю, потому что их много, и либо в теле... Кто дольше всех жил на земле? Иисуса Христа. Из живых... Что ты сказал? А, Цоя! Он жив. Цоя. Отлично. В теле Цоя. Анатолия. Из М-бенд. Да. Да, вы же его имели в виду? Из М-бенд Цоя? Лет 300 ему. Нет, нет, Виталий... Ой, как, Виктор. Итак, ваш окончательный ответ в теле Цоя. В теле Цоя, да. Отлично. А правильный ответ в теле динозавра. Нет стены динозавра на Арбате? Динозавр жив. Это правда? Чувак с гитарой ходит, вот такие руки. Динозавр жив. Я думал, в теле чувака, который только что плевался рядом с тобой. Нет, нет. Да, нет. Нет, вероятно. Динозавр. Вам если что-то пояснить... Это реально... Да, поясни, пожалуйста. Нет, я тебе верю. Стран умный, поясните, пожалуйста. Вся вода, которая есть на земле, она циркулирует. Вот, да. То есть круговорот воды в природе. Соответственно, динозавры жили 186 лет на земле. Ой, 186 лет, да. 186... Как Елизавета Вторая примерно. Миллионов лет. То есть мезозойскую эру всю. А человечеству 200 тысяч лет. То есть динозавры выпили гораздо больше воды за время своего существования. И она вот круговоротом возвращается к нам. Я на мой айфон. Какой поток фактов. Еще раз аплодисменты. Ну это да, это крутой факт. Ну что же, Игорь, переходим к вам. Факт для вас. Я вас ожидал. Одной из самых странных аллергий является аллергия на... Аллергию. На аллергию. На чужую. Да. Я знаю правильно это. Аллергия на воздух. А дайте Вике ответить. Я хотела сказать, либо на воздух, либо на воду. Либо на бывших. Тоже они рядом. Я думал, вы правильно ответите. Одной из самых странных аллергий является аллергия на... Монти Пайтон. Почему? Тебе не странно? Я в ахуе. Ну давайте посмотрим правильный ответ. Виктория реально могла бы угадать. На оральный секс. Представляете? Типа что, чесаться начинаешь? А это у всех касается и женщин, и мужчин? Или это аллергия конкретно? Не-не-не, я просто теперь буду говорить парню. Он мне говорит, давай. Я говорю, аллергия, блядь. У вас так происходит? Довольно. Аллергия. Довольно. Да. А если отмазки нет, то вы обязаны, да, в любом случае? Да. Это не аллергия? Не, я бы даже у врача как бы это распечатала бы. Нет, если я начну сосать, у меня все вздуется. На самом деле. Это точно. На самом деле, как обнаружили, женщина пришла, пожаловалась на то, что ее раздуло. Они говорят, что делали? Может, не дуть надо было туда? Тоже, да? Я хотела понюхать. Дуть будет Юрий. Всего лишь понюхать. И не сдержалась. Нет, ну имеется в виду не на сам процесс, а на белок, содержащийся в сперме. А, то есть у мужчин такой аллергии быть не может. Да почему? Я не хочу проверять и никому не советую. Если эвакулировать и смеяться. Нет, я думала, это и у него может. Он такой говорит, я тоже тебе извините. Мне не предполагает аллергия. Дорогие зрители, что бы вы ни делали, приятного аппетита. Простите нас. Если что, там минет, сразу диазолинчик закиньте. Диазолин. Виктория, переходим к вам. Факт для вас. Да. В Новой Зеландии популярны встречи пожилых людей, на которых они мастерят... Гробы. Ничего себе. Правильный ответ. Свои гробы. Действительно, правильный ответ. Два балла. Ой, да? Вот это да. И на этом первый раунд факты подошел к концу. Надо ускориться, он скоро придет. Дорогая, я дома. Привет. Привет. Помнишь вездесущника? Ну, который с Марса вторгался. У него еще лицо, как будто все в целлюлите. А? Представляешь, опять сегодня прилетел. Я клянусь, я не понимаю, что у них в голове. Я ему в прошлый раз сказал, русским по белому. На первый раз прощаю, больше не возвращайся. Нет, сегодня опять прилетел. Башка барания. Просто... Остыло чуть-чуть. Подогреть? Нет, я сам. О, в самый раз. Ты устал, наверное, да? Я хотела... Я тебя умоляю, что там уставать? Этот вездесущник, это же чисто лох марсианский. Это и без рентгеновского зрения видно. Кстати, о зрении. А что это у тебя за коробка с серебряной цепочкой под стулом? Решила босса потроллить, подарить ему что-то из списка самых банальных подарков? Угадал. Так, а мне что купила? Признавайся, ну, явно ж не эту фигню. Я долго думала, что подарить человеку, у которого все есть, и... Молчи. Дай угадаю. Это новая приставка. Хоть бы это была она. Это она, да? Значит, я все-таки угадала с подарком. А где она? Я просто, когда подлетал в квартиру, взглядом окинул, ничего вроде не увидел. Она в пути. Я просто специально к твоему прилету заказала на Яндекс.Маркете, чтобы сюрприз был. Блин, теперь даже как-то неудобно получается. Я тебе на днюху дезик подарил, а ты мне целую приставку. Не переживай. На Яндекс.Маркете сейчас можно купить подарки любимым со скидками до 70%. А некоторые подарки доставят экспрессом в течение часа-двух, а то и раньше. Вот и она. И мы ждем подсчета баллов. Итак, Игорь Джабраилов. 15,25 баллов. О, сотыми? Ничего. Чилинными сотами. 15,25, да, как будто мерили кое-что другое. Так. Игорь, я не понял. Виктория Складчикова. 23,03 балла. 0,33. Привет. Меня зовут Эмир, мне 32, и я сижу на стуле в студии. Вы не поверите, но так было не всегда. Например, полтора года назад я стал отцом и семьянином. Последние года три я блогер. На этом фото вполне типичный. А совсем недавно я стал путешественником. Судя по фото, я путешествовал в поисках калорий. А так я, вероятно, буду выглядеть после 60. Вы бы не растерялись? Я меняюсь, и мой тариф ап от Билайна меняется вместе со мной. Происходит это с помощью аперов, помощников, у каждого из которых есть свои способности и суперспособности. Например, Пуш. Без него мне не обойтись, когда я путешественник. Ведь он дает в полтора раза больше гигабайт в роуминге без доплат. Или Юнг не даст моей личности блогера отстать от трендов, ведь с ним у меня неограниченный трафик на YouTube. Для меня семьянина идеально подходит базе, ведь она дает скидку для семьи. И да, про свою старость я тоже не забыл. Скидка на тариф, если вы старше 60 и защита от случайных подписок от апера тапы. В общем, менять апера можно под свои потребности. Главное не сидеть на месте. Так что я пошел. Например, стареть. А вам в описании. Там ссылка. И у нас второй раунд цитаты. И начинает второй раунд Игорь Жабраилов. Игорь, цитата для вас. Киану Ривз. Очень красиво смотришь. Давай. Киану Ривз. Фотография может рассказать больше, чем... Мать о Дане Милохине. Один балл, разумеется. Правильный ответ. Больше, чем тысяча слов, но ни одно из них не будет правдой. Красиво. Можно мне 0,75, чтобы ровно было? Мне вообще... 85? 0,75 хочу. 0,75? Давайте, 0,75 мы даем Игорю. Но потом я все равно 0,25 вам дам за что-то. Хорошо. Виктория, переходим к вам. Цитата для вас. Генри Форд. Самая хорошая работа это... Лежать. Ну, логично просто. Логично. Но лежать только одному. Потому что... Ленин, получается. Ну да, получается идеально. Не, ну либо мой отец. Это он вот, он работал на такой работе тоже. Ваш ответ лежать? Ну пускай, да, пускай будет лежать. Ваш ответ лежать, а правильный ответ — это высокооплачиваемое хобби. А, да, да. Ну это хобби тоже, лежать же. Я представляю, как ваш отец лежал такой. Он же самая хорошая работа. Как говорил Генри Форд. Итак, Игорь, цитата для вас. Оскар Уайлд. Он, кстати, был гей. 0,25. Совершенно верно. Оскар Уайлд. Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь... Ссать со всей силы. Кстати, я был геем еще в конце. И сидел за это в тюрьме. Давайте, да, один балл вам дадим уже. А правильный ответ. Но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели. Спасибо, Оскар. Кому они это все говорят? Мне, я записываю. Все, понял. Когда там у вас съемки? Значит, записывай цитаты. Алло, Оскар, надо шесть цитат. Значит, смотри. Ты не можешь поменять направление ветра. Обожаю, обожаю вам надиктовывать цитаты. Кстати, самая хорошая работа – это хобби. Все, ладно, занесло меня. Виктория, цитата для вас. Виктор Гюго. Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но... Но я отсижу, если что. Один балл, разумеется. Вот этих, знаешь, людей, которые... Да я отсижу. Я ебну, но я отсижу. Я за правду. У меня муж подруги такой, я тебя убью. Правильный ответ, но мне мучителен булавочный укол друга. Ну, это немножко тоже, если вот как бы метафорично, то... Может, тоже гей был, да? Ну, можно чуть-чуть. Да, это же про анальный секс. Ну, вот вы... Укол друга? Блин, прикольно так называют. Булавочный укол. Это укол друга? Слава богу, маленький. Там буквально как комарик. Капля крови, да? Сейчас, дай кое-что попробую, сейчас как комарик укусит. Ингарь, цитата для вас. Вы все равно будете, да? Что? Чтобы я не делал, все равно цитата будет. Да. А что надо? Все, обожаю ваше шоу. Это же... Это же раунд цитаты. А, ну все, я готов. И Блиц Баттл на телеканале «Перец». А Блиц Баттл на телеканале «Перец». Игорь, цитата для вас. Накаркаешь. Илон Маск. Чего мы пытаемся добиться с Тесла, чтобы вы могли ездить... Чтобы вы могли ездить и говорить, саси хер, у меня Тесла. Хм, правильный ответ. Я охуею. Бесплатно, вечно и исключительно за счет солнечного света. Ой, это, кстати говоря, правда. У меня, конечно, Теслы нет, но у меня этот мотоцикл, который электрический. Самокат-то что? Нет? Так, это называется? То, что он управляется как самокат... И у него нет сидушки. Он называется электромотоцикл. И все равно, что на него не нужны права, и все равно, что на нем нет номеров, и купила я его в магазине велосипеда. Судя по вашему луку, сегодня он называется Буран 001. Нет, ну это действительно, там только единственное, тяжело поднимать вот этот аккумулятор. А вы реально перемещаетесь по Москве на мотоцикле? Тяжело принимать себя? Вообще великолепно. Как будто не первый раз у нее такой диалог уже, да? Это мотоцикл! А то по открытым микрофонам вы можете перемещаться вот так по мотоцикле. Да-да, ой, это вообще замечательно. Во-первых, можно знакомиться с мужчинами. Вы не как Мартиросян в заставке с шарфом? Они же еще не видят, ты же в шлеме, у меня леопардовый шлем, поэтому сразу видно, что я, блядь, кукуреку. И они, ну нормально, знакомишься, они, ну как бы, главный эффект на вот быть одеты. А потом ты шлем уже снимаешь, а уже секс был, считай, да? Да, он ничего сделать не может, когда лицо увидит. А ты у него на горле колесом. У него никуда не уйдет. У меня такое всем пошлое настроение, честно. Из-за тебя прикрой свою волосненку. Сейчас я тебя вообще выиграю. Смотри, оп. Кстати, о сексе. Виктория, цитата для вас. Николай Басков. О, откуда он-то все знает про это? У меня все поклонницы вменяемые, они на меня... Забили хуй. Ну так, я хочу так сказать. Действительно, вменяемый один балл, конечно же, мы вам присуждаем. Да? А правильный ответ, они на меня не кидаются и очень тактично себя видят. Почему это цитата? Ну, у Баскова... В ней же нет мысли. А какие у Баскова, например, могут быть цитаты? Золотая чаша. Золотая. Натуральный блондин. На всю страну такой один. И то не цитаты. Цветут ли цветы, небыдалые. Это тексты песен. Ну да. Хорошо, хромаю, зато вчера было хорошо. Реально цитата его. Конечно. Ну, наверняка была. Наверняка, тебе же он. Кстати, о причинах того, что он хромает. Игорь, цитата для вас. Оскар Уайлд. Филипп Киркоров. О! Ого! Из разрекламированных авторов мне нравится Дарья Донцова. Ее книги искренние и талантливые. И я верю, что она их пишет... Они высирают из жопы. Да, один балл, правильный ответ, что она их пишет самостоятельно. Что в целом не отменяет высказывания Игоря. Действительно. Да, один балл у вас есть, Виктория. Переходим к вам. Цитата для вас. Квентин Тарантино. Ого! А еще я хочу, чтобы через 10 или 20 или 30 лет какой-нибудь 12-летний парень... Вы что так выбираете? Это противозаконно. Но не в Аквадоре. Нет, не в Аквадоре. Я думаю, что 30 лет какой-нибудь 12-летний парень... Вот так он точно сказал. Назвал мое имя. Ну, то есть... Ну, давайте узнаем и разберемся. Что-то же там было в голове у крошки Квентина. Итак, правильный ответ. Как называю его я, да? Парень, решив посмотреть фильм Квентина Тарантино, мог выбрать любой из них и не разочароваться. Ну... А по мысли правильно. Ну, по мысли... Правильно было по мысли или как? Я бы да. По мысли правильно. Вы как считаете, правильно было по ходу мыслей? Да. А кто считает нет? Я принципиально. На ютюбе себя посмотришь. Позвольте, я аргументирую. Два балла... Давайте, ладно, полтора балла. Вы почти и угадали, но и не угадали. Ну да, чуть-чуть. Можно, можно. Полторашка. И это я тоже люблю. Аплодисменты полторашке. Полторашка. Опять засудили нахуй. Да подожди, давай сейчас. Прямо средь бела дня. Игорь, извините, сейчас вы попробуйте отыграться. Цитата для вас. Никита Михалков. Если у тебя изжога, то... Еще одна интеграция. Прими Ренни. Но один балл в любом случае... Еще есть варианты. Давай другие. Если у тебя изжога, то... Че ты до меня доебал? Я стою. У меня иконы, телефоны, блядь. Один балл, конечно же. Мы присуждаем Игорю и... Правильный ответ... За юмор прибавляйте ему тоже. За юмор? Прибавить? Сколько бы вы хотели прибавить Игорю? За юмор? 16. 16? Чтоб поровну было. В нашей передаче так лучше не говорить. Болтается перед носом, вы непривычны. Давайте, ни вам, ни мне, один балл. Да. Подходишь. Почему он правда тебя заслуживает? У вас что-то конфликт был? Да, че мне ему подслуживать, господи? Давай на еще балл. И... Давай, давай. Ему стою. И еще балл, и еще балл. На меня 4. 8 получилось. Не знаю, это там. Я сейчас делаю все, чтобы им сложно было считать. А тебе 0,001? 2 балла? Это в итоге мне сложно читать все потом. И 1,7. Мне? Ей. Да с хуев ей больше опять дали. Ну дайте ему больше. Тогда тебе, давай, тебе 3 раза. Можешь мне балл? Сделайте там 25-25 в итоге, умоляю. Лада Гранту дай мне. Лада Гранту баляна стоит сейчас, ты знаешь? Вы знали? Нет. У нас еще походят. А твой мотоцикл вот этот? Подешевле. Нет, вообще, вот машины российские, вы вообще цены смотрят? Ну у вас, наверное, дорогие, да? Вы, наверное, таких не ездите. А по-твоему, 2 ляма это недорого? Так я офигела. Я же говорю, я ездила в своей жизни на ладе Калини, на ржавой. Было прекрасно, великолепно себя чувствовала. И думаю, вот бы сейчас ладу Калину. Ну я так подумал, как дома лежала. А в машине из русских ты одна была? Хорошо сказал. Нет, если бы это была приора, тогда, возможно, я бы и с тобой там встретилась. Ну да. А так дорого они стоят? Вообще российский вот этот, это он в Самаре находится, господи. Рядом со мной. Да понизьте вы. Все, какая-то боль пошла уже. Ну конечно, понизьте вы. Вот 10 лет назад лада приора 400 тысяч стоила новая. Но сейчас 2 миллиона. Ну куда? 2 миллиона. Это сколько? Я 2 красно-белых скуплю, чем эту ладу одну. А помидоры как подорожали, да, Вика? А сейчас еще тарифы на воду поднимут. Ну это же удивительно. Вас что, это не удивляет? Вы неужели не думаете о российском. Слушайте, у вас, кажется, очередь МФЦ подошла. Думаем, Виктория, действительно. Я так дорожаю. Вы правы, Виктория. Там даже механика, там даже не автомат. Вот это меня больше всего нравится. Реально, скажи А-208. На кошку 17 она уйдет. Действительно, Виктория, а правильный ответ, думаешь о ней, а не о своей славе. Кто там был? Какая цитата? Вообще уже поебать. Виктория, переслала в Дейнеку вроде как-то. Не, ну я имею в виду, что это просто, в принципе, удивительно. Потому что я считаю, что у Ады приора она должна быть так. Вот ты захотела и выбрала. Типа сейчас я вот черешню поем или куплю машину. Как одуванчик, типа. Не, ну, не, вас реально это не удивляет? Удивляет, Виктория. Вас удивляет, что 2 миллиона стоит машина, в которой нет автомата. Опа. Что? Сраный умный, объясни, что там не получается у людей. Почему? Обратись в Самару, там этот завод, блин. Я же говорила, к ним приезжала 10 лет назад. Вот знаете что, это моя боль. 10 лет назад приора стоила 380 тысяч даже. Но они там скидку сделали, потому что она там ни одной детали. Ну, не важно. 20 тысяч скинули, 400. У меня она вот так стояла, значит, в Москве. Я никого не трогала. Порвалась? У меня... Нет, просто это реально. И, знаешь, я вот так с работы прихожу. Как с работы приходишь? Машина стоит. Вот так она ходит? Что же вы все стоите, мусоровоз? Вы что, мигаете тут на аварийке? Он говорит... Господи... Знаете, я вот приехал, я понял, когда начал уже въезжать, что я точно не проеду. И справа стояла хорошая машина, а слева ваша. И я вот путем, где лучше и меньше всего, ебанул приору. Вообще так обидно. Виктория, все позади. Да, я тебе серьезно говорю. Все позади, Виктория. Я вот реально... Все позади. Все позади. Все позади, Виктория. Поэтому мне вот это... Я хочу... Мне реально нравится Нива. Вот я Нива. Я вот сейчас... Я ездила в этот, как ее... Простите, Виктория? В шиномонтаж. Да. А что, вон сидит, кстати, вот к его другу ездила в шиномонтаж. Я ему говорю, сделай мне в Ниве автомат. Я буду ездить на Ниве. Мне очень нравится Нива. Я говорю, я хочу с автоматом ездить. Подождите, можно уточнить? И он мне... Вы знаете, где вы? Просто уточнить. В Ниве автомат? Да, я попросила вставить в Ниву обычную автомат. Замечательно, цитата для вас. И он меня насчитал тоже. Блин, этот полтора ляма, откуда-то Сузуки автомат снимает. Итак, Дима Билан. Я с Вашим с тобой полностью. Это вообще какое-то... Это невероятно. Ну вот время, блин. Дима Билан. Давай. Дима Билан. Вау, мы ее отвлекли. Давай. Дима Билан. Если бы меня спросили, за что нужно спасти нашу планету... За русский автопром, блядь. Ну, так что? Ну, так они уже понизят цену. Ну, реально. Стоит, как вот... Сколько аудио стоит? Какие у вас машины? Аудио. Аудио. Сколько вот это аудио сейчас стоит? Аудио. Аудио. Ну, 2,2. Аудио. 2,2. А ладно, калина 2 стоит. Как же ты в старости в автобусе заебешь, Калак. Да-да-да. Просто пьешь. В этой же одежде, блядь. А я, знаете, Виктория, морская пехота. Да-да-да. Я не знаю, она, по-моему, не дожидалась старости. У меня джип в Москве. Вот так я буду, да. Виктория, за смешной ответ и за боль 2 балла мы вам присуждаем, конечно же. Ну, ладно. Не переживайте. Все будет хорошо. А правильный ответ за музыку. Да и похуй уже там на ответ. Наш второй раунд цитаты подошел к концу. И мы ждем подсчета баллов. По итогам двух раундов Игорь Джабраилов заработал 23,25 балла. О, хорошо. По итогам двух. Ну, как-то так получилось. Виктория Складчикова заработала 32,501 балла. О-о-о. Третий раунд стихий. И начинает третий раунд вновь Игорь Джабраилов. Игорь, стихотворение для вас. Не завидуй другу, если друг богаче, Если он красивее, если он умней, Пусть его достатки, пусть его удачи. Я знаю. Ты ему засунь-ка в жопу сельдерей. Один балл. Я все в жопу ссую. Да, все в жопу. Как будто у меня сопера нет. Но сельдерей еще не было. Я знаю правильный ответ. Мне кажется. Знаете правильный ответ? Кажется. Мне кажется. Ну-ка. Просто рифм. Вот так. Если он красивее у меня, пусть его достатки и пусть его удачи сделают тебя сильней. Ага. Давайте посмотрим, так ли это. Правильный ответ. У твоих сандалий не сотрут ремней. Вы были близко, Виктория? Ну, один балл вы, конечно же, Игорь, получили, Виктория. Вы все время очень близко, но чего-то не достает. Это я про жизнь в целом. Поняли, да? Отсылку. 909 год. Это при царе еще. Хотите, может, чтобы сраный умный что-то тут пояснил? Ну, непонятно, что... А что тут пояснишь? Правильно. Порвались сандалии, уши и зависели. Например, в каком стиле писал Игорь Северянин? В каком? В стиле рэп. Нет. О! Эго-футуризм. В стиле старой убуви. Вот, пожалуйста. Интересный факт? Интересный? Нет. А согласен. Достаточно интересный. Виктория, переходим к вам. Спасибо большое. Это для вас. Никогда так мужчина не говорит. Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век. Это был Сергеич. Нет. Это рифма. Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век. По гнилой дорожке. Ну, типа, знаешь, когда по дорожке, по вот... Есть же такое высказание, по гнилой, вот пошел он по той. Не по той дорожке. Не по той, да. Не по той дорожке. Так. Правильный ответ. По скрюченной дорожке. Блин, ну... Ну, почти по гнилой. Корней Чайковский. Ну, почти по другой. Корней Чайковский, вы знаете? Знаем. Во-первых, два балла, а что там мы знаем? Да. Да. Вы знаете его так, как знаю его я? Я лично. Итак. Вот он ездил на Ниве. Откуда деньги? Выделите 30 секунд. Выделите 30 секунд. Выделяем 30 секунд. Время пошло. Вы знаете, мы все Корней Чайковского... Я успею, засекай, блядь, за 30 секунд все умею делать. Все, раздевайтесь. 30 секунд. Время пошло. Корней Чайковский на самом деле был не детским писателем. Он очень много написал. Он полгода только писал детские сказки. И знаете, почему их все не выпускали? Офигеть сейчас. Муха-цокотуха, потому что там типа ЦК. Есть ЦК. Отсылки. Из маминой спальни выбегает там... Кривоногие. У мамы есть своя спальня. 15 секунд. Так, сейчас дальше. Федорина Горя. В смысле, у женщины, у которой она должна не лениться, все строят бам, она что, за посудой бегает? Еще одна. Великан этот, рыжий и усатый, таракан, нельзя. Отсылочка. 30 секунд. Время вышло. Все. Вот, чуть-чуть выконтрилась. И как стих для вас. А что, ты не накинешь за такие замечательные приколы? Нет, не накинет. А, ну ладно. Тут выяснилось, что тысяча за балл дается. Игорь, стих для вас. Спасибо. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. Два часа его звала, два часа его ждала. За уроки не садилась и... И медал бы получила. Это внутряк, простите, но посмотрите. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. Два часа его звала, два часа его ждала. За уроки не садилась и... Тихонечко скурилась. Один балл, разумеется. За юмор надо давать тоже. Вот, дали. Я не отвечаю. Да, дали за юмор. Так я пока ничего не угадал. Я тебе даю за юмор, Игорь. Ты эту фразу наверняка хоть раз от женщины. Постоянно. Ну, может... Наверное, в хосписах. Балл. Да дали мы уже балл, мы же дали уже балл. Я это все не контролирую, но само из меня говорите. Правильный ответ... Игорь, это же дети. Правильный ответ, и обедать не могла. Да, прикинь, у нас детская передача, на самом деле. Да, красиво. Познавательная. Так, тут что, всем похуй на правильный ответ? Понять не могу. Обедать она не могла. Это, кстати, отец Никиты. Отец Никиты. Малинина. Нет, из ЮСБ. Сергей Михалков, щенок. Спорно. Если без кавычек читать, нельзя, конечно. Сергей Михалков, щенок. Стихотворение. Тоже позиция. Да. Виктория, стих для вас. Говорили с Петей дети. Петя, Петя, ты ученый. Говорят они ему. Облетает лист зеленый. Объясни нам, почему. И ответил Петя. Дети, хорошо. Я объясню. Лист зеленый облетает. Под траве сухой шуршит. Потому что он... Потому что он гандон. Вот если... Ну может быть белый стих. Ну конечно. Это потом белый? Петя детям объяснил. Хоба. Опа. Шесть баллов. Я просто... Шесть кадров. Я реально. Ты смешная. Я не смешной беременно предлагаю. Ты вот как бы свой предложи, и у тебя сейчас смешно будет. Петя, Петя, ты ученый. Объясни нам, почему. Потому что он гандон. Лист зеленый облетает. Почему же, Виктория? Под траве сухой шуршит. Потому что он закладчик, он подъезды тормошит. Я же представляю. Ну не, я-то ответила до этого, что... Гандон. Ну я дам. Гандон гораздо емче. А гандон достойно одного балла. Да, любой. Мне балл. Мне балл. Спасибо. Да, гандон, вам балл. Балли. Ой, блин. Правильный ответ, потому что он плохими к ветке нитками пришит. Ой. Игорь, стих для вас. Спасибо. Ты добилась опять своего, лишний раз доказав свою силу. В миг, когда ни с того, ни с сего... Ты насрала в мою великолепную виллу. Это Джонни Депп? У меня все про жопу. У меня все про жопу. Мне когда страшно, я сразу про жопу шучу. Это Джонни Депп, да. Один балл. Правильный ответ. Хорошо. Снежным комом в меня угодило. О, Пастернак. Там есть что ли крокодила, блядь? Где ты нашел угодила? Силу, силу. Ты добилась? Силу угодила. Ну, это вот видите. Ну, это знаешь, это лауре от Нобелевской премии, между прочим. Ну, к нему нет претензий. Слушай, у него судьба тяжелая, можно простить тоже. Да и у нас с тобой тоже тяжелая. Посмотри на нас. У вас на двоих ни одной Нивы нет. Да ты это вообще. Ты зря. Не будорах. У нас на четверых ни одной Нивы нет. Не будорах. Доказалось. Ну, все, все. Правильный ответ. Вот она угодила. Ну, вот так написал. Что поделать? А, Мик, когда ни с того ни с сего, ты убила, короче, водилу. Пофиг. Не важно. Да-да, один балл мы вам уже дали, Виктория. Да, переходим. У меня одного там маловато, что вы, не видите? Виктория, здравствуйте. Да. Переходим к вам. Стихотворение для вас. Ну, я постараюсь. Ты лучше всех. Виктория. Скучно? Скучно. Ёмщику долой. Разгони чем-нибудь мою скуку. Песню, что ли, приятель, запой про... Залупу. Ну, извините, но я... Хорошо, было. Она так проброса, да. Один балл за залупу. Правильный ответ... Я бы сказал, за рифму скуку залупу. А, ну все уже. Правильный ответ про рекрутский набор и разлуку. Рекрутский набор. Ой, они краски хорошие. Рекрутский. Я воспитываю в шутках. Не рекрут? Рекрут, но рекрутский. Тут рекрутский. А как их вот различать? Правила русского языка. Минус балл. Николай Некрасов. Некрасов. Минус балл. Ну, а вы бал, конечно же, получили. Да, аплодисменты Виктории. Я бы сказал про жопу и залупу. Игорь? Все, я сейчас не про говно. Не про говно. Дайте ауру, дайте ауру. Все, не про говно. Не про говно. Не про говно, говно. Уходи. Сейчас дам так, чтобы мать гордилась. Игорь? Пять тысяч бомжу. Задрожала машина и стало. Двое вышли в вечерний простор. И на руль опустился устало. Мой член. Не про жопу. Молодец. Молодец. Мать гордится тобой. Вот настолько отошел. Задрожала машина и стало. Двое вышли в вечерний простор. И на руль опустился устало. Руслан Белый продал стендап-стор. Прости, да, я тебя сбил? Нет, ты лучше всех. Правда. Руслан Белый на руле, блядь, нахуй продал. Я еще и его член, ептую. Игорь, ну мы вам за поток два балла даем. Мы даем вам, даем же два балла. За платок? За поток. А, поток. За поток. Правильный ответ. Истомленный работой шофер. Блин, он же... А Заболоцкий-то хороший. Подожди, что это? Слоумо, скажи вот это. Я имею в виду простой шофер, да? Простой шофер. Это... Ну Заболоцкий, ты че? А он за циска играет. Хотя последняя любовь, это могло быть ему лет много, и он уже такой, ну примерно рифма подойдет. Виктория, стих для вас. Ты куда попала, муха? В молоко, в молоко. Хорошо тебе, старуха? Нелегко, нелегко. Ты бы вылезла немножко. Не могу, не могу. Я тебе столовой ложкой... Подмогу. Ну подмогу. Не уебу, да? Ну нет, я что-то... Вы заметили, что я сегодня одна матерюсь? Нет, почему? Нет, я не заметил. Схуели, нет. Сейчас будет... Подмогу это... Нет, ну вы получите меньше... Подмогу? Не пошлое, не пошлое должно быть. А подмогу это пошлое? Я тебе столовой ложкой съем очко, это мой вариант. Сначала крышечку снимаешь. Можете 50 плюс запретить смотреть? Я тебе столовой ложкой... Как его зовут? Альдамир Могу. Вау! Невероятно. Черные глаза, которые пел. Невероятно. Белый снег сияет светом. Подмогу, под... Скажи подмогу. Черные глаза. Вика! Осень обернется ли? Вика! Черные глаза. Да у нас мэч, что ты представил? Скажи подмогу. Ты сказала подмогу? Назад не сдавай. Скажи подмогу. Подмогу. Ну нет, это... Скажи подмогу. Да вы угадали, два балла. Помогу, помогу. А, ну... Я извиняюсь, конечно. О, Мандельштам тоже, вот... Но там 2D было. Ой, а кто это у нас тут душнило? Игорь, нет различий в слове подмыться и помыться. Это Дэнни на что не влияет. Есть, конечно, подмыться в раковине быстро. Ковшом. Ковшом. Ковшом, если есть. А помыться это с гелем для душа. Хоп, присел. Да, а помыться это типа... Ну помыться... Это женщина. Помыть... Нет, ну... Женщины как подмываются? Неси кожу. Как подмываются женщины? Это мой следующий стих. Поехали. И сейчас опять, все, конец. Давайте посмотрим, Игорь. Стих для вас. Стих для нас. Ну сейчас я вообще не про тело попробую. В лесу над рекой жила фея. В реке она часто купалась. Но раз позабыв осторожность... Подмыться-помыться сейчас, да? Так как подходит. В лесу над рекой жила фея. В реке она часто купалась. Но раз позабыв осторожность... Не девственницей осталась. Под камерами колупалась. Я не могу не про жопу, у меня не получается. Игорь, ну... Это твой стих. Не сдерживайте себя. Это не про жопу? Сочувствую. Скорую вызовите человеку. Давайте посмотрим правильный ответ. В рыбацкие сети попалась. Это Анна Асти? На касте? Мы в надкасте сейчас. Давайте уточним. Все говорим свое имя по очереди. И сферу деятельности. Я проиграл. Поехали. Виктория, переходим к вам. Стих для вас. Быть стариками непростая штука. Не все умеют стариками быть. Дожить до старости еще не вся наука. Куда трудней? С волками жить, поволчь и выть. Пацанский цитатник. Засчитываем вам этот ответ, Виктория? Куда трудней на Ниву накопить? Нет, я уверена. Я просто хочу как-то это, да, просто извернуть что-то. Куда трудней потратить штуку? Чудо-штука. Это Денис Косяков. Ну давайте посмотрим правильный ответ. Правильный ответ, куда труднее достоинство хранить. Они не пытались смешно? Не пытались. А, они не пытались. Всем нам предстоит стать стариками и старухами. Чтобы мы не печалились, всем в зале один балл. Всем один балл. И на этом третий раунд подошел к концу. И мы ждем подсчета баллов. На, по итогам трех раундов Игорь Джабраилов заработал 30,25 балла. Ого. Хорошо. Я уже знаю результаты, да. Виктория Джабраилова. Дай неку. Виктория Складчикова заработала 39 баллов, 501 тысячную. Ого. Блин, ну ты же смешнее отвечал. Знаете, как называется женщина, которая рожает, другим ребенка. Как? Виктория Дай Эко. Хм. Ну все, победил Игорь Джабраилов. Нет, там еще может быть это, по-другому. Сур, Агата, Кристи. Типа Сур, Агата. Сур, Агата, Кристи. Ничья опять. Сука. Так. Поборемся, поборемся. Следующий раунд, Игорь, прошу. Но вы не распыляйтесь, у нас же еще есть. Да, у нас еще суперигра. Итак, суперигра. Суперигра. И вот оно, задание на суперигру. Итак, задание на суперигру звучит так. За одну минуту напишите имена всех известных вам композиторов. Ничего не знаю. Я за... Итак, минута на суперигру пошла. Ой. Первый раз в таком участвую. Я думаю, Вика всех российских фильмов советских напишет композиторов. Ну, кстати говоря, это... Ой. Все, у меня закончились. Пиши жопа много раз. Очков. Жопин. Жопов. Сейчас, сейчас. Я у нее посмотрю. Нихуя себе, ты таких пишешь? А чего, не смотри. О, спасибо. Ой, как же ее мужа звали. Она же только... А, нет, все правильно. Голустян? Я думаю, Пугачевой. А что, сколько там еще минута будет идти? А вот пока музыка идет, время есть. А этот же еще есть. Конец суперигры! И все, довольна? Все, время вышло. Остановитесь! Ну, очков, наверное, не приходит. Я сразу вычеркнул. Итак, Виктория, вы можете выбрать, кто первый зачитает. Вообще, я хоть любая могу. Пожалуйста. И бухая, и такая. Вика, тогда начинайте. Так, Игорь Николаев. Дальше Моцарт. Это потому что они примерно и в качестве похожи. Одинаковые волосы. Оба писали этой... Королевой. 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 Абадзинский. Он же композитор? Да. Это припиво? Эти глаза напротив, калейдоскопа. Да? Ну, блин, это для нее конкурс. Дальше. Елена Ваенга. Это композитор. Она сама все пишет, все песни. Простите, композитор как? Антон написано? Да, Антон, это просто у меня друг. Ну, ладно. Но он пишет, хорошо, я тебя включу. У меня есть. Все, хорошо. Я просто... Просто Антон. А я это и списал, блядь. Забыла, как Бетховена зовут. Не, у меня реально есть. Борисов. Бах. У тебя тоже есть. Бах есть. Игорь крутой. Это потому что он... Ну, пахмутовый. Он действительно крутой. Да. Сальери. Как вам? Нормально. Пахмутовый Сальери были где-то еще рядом? Тоже у меня есть эта штука. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Семь известных композиторов написала Виктория. У меня даже больше. Игорь? Да нет, у меня столько же. Настя, у меня Глинка. Нормально. Шопен? Нормально. Бах? Нормально. Бетховен? Нормально. Игорь Матвиенко. Римский, Корсаков. Блин, ты умный. Моцарт и Сальери. И Очков, но я... Это Антон Очков. Это Антон Очков. Это был Антон Очков. Я это миленький. Вы его просто... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И у меня восемь. Без Очкова? Давай это дружба, значит. Без Очкова. Так. И я без антон. Но это надо аплодисментами решать. Но это надо аплодисментами решать. Да я проиграл же, по-честному. Не, а у него смешнее было. Я вот реально... Ну да, римский Корсаков смешнее, чем Павлова. Пусть я хотя бы подел. Все, о. Брюк. Они там сами все решили. Ну, на самом деле, хочется, чтобы победила дружба. Вы согласны? Да. 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 Победила дружба. Да. Виктория Складчикова и Игорь Джабраилов. Это был Блиц Баттл. И дай вам бог, хотя бы на эти коротенькие семь дней. Пока. 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 Пока.